Что вы думаете, Михаил, важно, что происходит на Южном Кавказе или вокруг Южного Кавказа? Ну, важно и то, и другое, на самом деле. Как мы обсуждали ранее, Южный Кавказ – это, на самом деле, ключ к целому ряду регионов. Прежде всего, это ключ к Ближнему Востоку, и это ключ также и к России. Поэтому события на Южном Кавказе имеют критическое значение. Что же касается событий вокруг Южного Кавказа, вот именно в связи с его значением, вокруг него всегда и происходят события, совершаются те или иные действия, и те или иные политические силы крайне заинтересованы в том, чтобы свое влияние в этом регионе повысить. В данном случае, в последнее время, конечно же, Соединенные Штаты, Франция и другие западные страны, но прежде всего, конечно же, США и Франция. То есть, все-таки меняется противостояние основных центров? Ну, традиционно, если мы говорим о событиях 18-19 века, 19-го особенно, то это был регион, где происходило противостояние Российской, Османской и Персидской империи. Но, естественно, до сих пор, вы понимаете, дело в том, что ни Россия, ни Иран, ни Турция никуда переехать не могут, они тут. Поэтому, естественно, они также по-прежнему принимают активный урон событий на Кавказе. Но у Запада есть свои интересы с Южным Кавказом, связанные, которые прежде всего, я про Соединенные Штаты сейчас говорю, которые прежде всего направлены на дальнейшее ослабление позиций Ирана и на, возможно, также потенциальное ослабление позиций России. Вот, собственно, поэтому они туда и хотят. В свое время Великобритания очень активно пыталась свою роль играть на Южном Кавказе или в Закавказе, как это раньше называлось. Особенно в Азербайджане, если я правильно припоминаю. Так что это интерес Запада в целом к региону, он не нов. И просто это связано с уникальным географическим расположением этого региона. Михаил, в эти дни очень неспокойно в Тбилиси из-за известного законопроекта. Как известно, Армения и Азербайджан согласовали юридическую карту якобы демаркации границ. Скажите, мы имеем дело с серьезными переменами? Ну, если речь идет о Грузии, я здесь ограничусь кратким замечанием. Естественно, это для грузинского общества, собственно, этот конфликт разрешить. Грузия была расколота и продолжает быть расколота примерно на две более-менее равные части в их отношении, так сказать, к отношениям с Россией, к отношениям с Западом. И, в общем-то, сейчас мы видим очередное обострение вот этого противостояния. Надеюсь, что все закончится минимальным ущербом материальным и физическим для лиц. А что касается армяно-азербайджанской границы, значит, здесь, конечно, перемены, да, они наметились. Здесь перемены, связанные прежде всего с тем, что и Армения, и Азербайджан заявили о том, что готовы провести демаркацию границы, основываясь на Алматинской декларации. То есть 21 декабря 1991 года. Я напомню, что Алматинская декларация на самом деле, это декларация, которая, в принципе, заявила об образовании СНГ, при этом границы Советского Союза признавались как новые государственные границы. И основывалась эта декларация на том, что был Советский Союз распущен. То есть он был официально прекратил свое существование 1 января 1992 года, а росту Советского Союза, это был результат Беловежского сговора 8 декабря 1991 года, который противоречил законам Советского Союза, и потому его с полным оставанием можно считать незаконным. Из чего следует, что юридический статус алматинских деклараций также можно считать сомнительным. Тем не менее, Армения и Азербайджан решили именно на этом основании провести демаркацию границы. В соответствии с советскими границами, вот эти четыре деревни, о которых сейчас идет речь, которые Азербайджан, на которых он наставит, и которые Армения согласилась ему передать, они действительно в советское время находились на территории Азербайджана, но де-факто в результате событий начала 90-х годов, Нагорный Карабах, целый ряд других, они перешли под контроль Армении, сейчас под ним находятся. Значит, соответственно, Азербайджан требует, чтобы их отдали, поскольку алматинская декларация, собственно говоря, этого требует. Опять же, я еще раз напомню, что вообще-то юридический статус можно подвергнуть сомнению. Но это уже вопрос политической воли, правильно? Значит, Армения, в общем-то, вроде бы сейчас согласилась их отдать, что вызвало ликование Соединенных Штатов Америки и Энтони Блинкена, что вопрос этот будет закрыт. Значит, я, естественно, не могу никаких давать здесь советов армянскому руководству, армянскому, так сказать, народу, армянскому обществу. То есть, люди должны сами за себя решить. Значит, установление мира – это основная цель, к этому всегда стремятся. Но если провести аналогию, метафору, значит, вопрос всегда возникает, какой ценой этот мир достигается. Поэтому здесь просто надо, чтобы люди спросили сами себя, а не купили ли они Тойоту по цене «Лексуса». Понимаете, о чем? Вот это главный вопрос, на который не мне отвечать, а отвечать армянскому. Михаил, вы такое особое значение даете звонкам Блинкена, Ереван и Баку? Ну, в общем-то, да, для Соединенных Штатов – да. Потому что им важно, чтобы они сами себе засчитали на международной арене кредит, что называется, за то, что вот они эту ситуацию решили. Смотрите, ведь тут какой может быть шаг пропагандистский? Смотрите, Россия три десятилетия не могла этот вопрос решить между Азербайджаном и Арменией. Это был просто замороженный конфликт. А вот мы превратили этот замороженный конфликт в реально мирный процесс, который завершился успешно. И теперь мир наступил между Арменией и Азербайджаном. Хотя мы должны также понимать, что исторически говоря, это все, к сожалению, скорее всего, временно. Достаточно просто напомнить о том, как... Просто о событиях столетней давности возьмем. Да, вот этот Батумский договор, который подписали Армения, Грузия, Азербайджан с Турцией, да, в 2018 году. И, значит, в 2020 году он уже был вообще, так сказать, никому не нужен этот самый Батумский договор, понимаете. Там совсем все поменялось. Поэтому все это ситуативно. В этом регионе всегда так было. И это не конец истории. Вот, то есть история эта не заканчивается. Будет продолжение. Надеюсь, опять же, что оно не выльется опять в кровавый конфликт. Это вот все, на что можно надеяться. Но в данном случае, да, вот на данном этапе Соединенные Штаты хотят, чтобы выглядеть на международной арене миротворцами, которые этот вопрос решили. Для них это важно. Так что, да, Блинкен позвонил и Алиеву, и Пашинянову в один и тот же день. Мы это знаем. Михаил, что заметно. В Конгрессе США готовится законопроект, который наложит санкции более 40 азербайджанских чиновников и силовиков. С чем бы это связано? Ну, это связано, скорее всего, с целым рядом факторов. Отчасти это может быть связано со связями некоторых азербайджанских кругов с Россией. Это, так сказать, первый момент. Второй момент. Это также может быть связано с тем, что, если я не ошибаюсь, ряд должностных лиц, высших должностных лиц на горных рабах Арцаха удерживаются сейчас азербайджанскими властями. И Блинкен подчеркнул в своей беседе с Алиевым, что незаконно... Он там имен не называл, во всяком случае, в официальном релизе и не называются эти имена. Но он сказал, что незаконно удерживаемых лиц надо бы все-таки выпустить на свободу. Поэтому я думаю, что это связано именно с такими вещами. Как бы и за связями азербайджанской стороны, с Россией, части, во всяком случае, кругов. И также с действиями азербайджанских властей, связанными с преследованием, уголовным преследованием руководства Арцаха. И просто граждан, представители армянского народа, которые в свое время участвовали активно в боевых действиях. И, естественно, таким образом вызвали гнев азербайджанской стороны.